здравствуйте дорогие друзья я сегодня хотел сделать видео как отремонтировать ремни безопасности здесь все нужно вот примерно вот такие ремни от niva chevrolet я купил но они как бы не работают когда покупал вроде работали а сейчас не работают я сейчас решил их установить на ниве на обычной ниве они как бы вот аспект не получается я решил его отремонтировать вот эту часть не стоит открывать потому что здесь имеется пружина специальная которые обратно тянет его из-за этого если мы его откроем она раскроется и его собирать долго придется лучше его не трогать открывается вот эта часть это часто как открывается берем вот берем кость обычный и выталкиваем раз вытащил вот аккуратненько сняла здесь имеется такая штучка и здесь находится шарик и тиши шарик и ограничитель начите этот ограничитель цепляется но здесь имеется зубчики белые зубчики когда мы тянем за ремень видите вот это за зубчик зацепился это если убрать сейчас вот если упадешь вот так она открывается если отпущу она цепляется этим всем контролирует здесь находящийся шарик шарик здесь находится он крутится здесь должно быть когда мы его устанавливаем у него определенное положение бывает но чтоб сильно плотно не прижимать к стене вот машине когда мы прикрепляем вот здесь имеется ограничитель упирается и а этот ремень с небольшим уклоном стоит там вот этот небольшой уклон вот шарик туда откатывается и его опускает этот ограничитель опускает и он не цепляется за это какое-то положение надо его поймать и я чуть-чуть его еще смажу нормально возьмем пипетку и пару капель опустим сюда желательно масло должно быть жидкое там не густое а жидкой если нет обычный у меня обычное масло чтобы он хорошо смазался сейчас посмотрим может что-нибудь получится в таком положении видите вот работает резко потянул зацепился сейчас медленно нацепляется резко зацепился медленно нацепляется если наклонить это шарик уже туда толкай уже тоже за это вот таком положении хорошо работает резко тянем уже не работает цепляется так что если у вас такая проблема возникла в машинах у меня на другой машине тоже такая проблема сейчас его тоже надо разобрать смазать и все проблема решается это ремень безопасности от него идет здесь тоже плохо утягивается я вам покажу как его открывать здесь на шехолках держится внутри если вы видите здесь здесь этой стороны это так надо посередине потянуть это раз убрать дальше здесь шарик находится с этой стороны на который затягивает и вытягивает это если вот этот подшипник находится здесь чуть потолще чем здесь но с этой стороны и если так посмотрите то здесь находится четырехугольный этот пластмасса это говорит что здесь находится шарик у них тоже имеется такие пластмассовые эти колышки козлики на шевроле него было можно было бы и туда выталкивать и сюда а здесь не получается здесь туда выталкивать не получается только нужно отсюда с внутри наружу выталкивать потому что там имеется шляпа специально здесь возьмем сейчас возьму такую проволоку желательно узкую такую проволоку и гибкую мягкую такой сейчас возьму вот раз здесь вот такие козлики находится один густик вытащили а почему я имею эту мягкую сейчас я вам скажу если его не получается вытягивать не получается вот здесь идем аккуратно ищем где находится вот здесь находится и отсюда аккуратненько ставим мягкую проволоку и выталкиваем ее вот для этого и нужна мягкая проволок чтобы она загибалась там вот видите тоже вытащили вытащили дальше вот так все 4 вытаскиваем и открываем месяц это вытаскивать время убивать не буду это я уберу но другую нету другой из которой я открыл уже вот снял крышку тоже самая система здесь то же самое правая левая становится это так находилась вот она так находилась когда его открывал как на том начале него здесь имеется шарик вот ограничитель который туда-сюда толкает и здесь у меня что было я его поднял оказывается вот здесь находящаяся пружина маленькая пружина если вы видите она упала и здесь находилась состоящая была я его взял аккуратно поставил сюда потом потянул сюда специальный крючок имеется крючком вот она тоже поднимается вот так снимается вот так и одевается я затонул пружину поставил сюда аккуратно пружину это тоже поставил вот сейчас я тут еще не смазал ничего давайте чуть-чуть смажу шарик тоже здесь еще имеется специальная дырка снизу вот эта дырка под шариком если вдруг сюда вода зайдет чтобы она туда протекала чтобы шарик не зажавел и не застревал чтобы ничего там не застревал вот вроде мы его смазали нормально да хватит смазали сейчас посмотрим вот я его держу вот так и в таком положении вытягиваем вот вот я пускаю прям затягиваю затягиваю вот здесь что происходит здесь имеется специальные железа здесь находится железа здесь. Видите вот здесь зубцы находятся на меня. Вот эти зубцы находящиеся с внутренней стороны цепляются за зубцы, которые находятся снаружи. Вот внутренней стороне находящиеся зубцы на эти цепляются за эти зубцы. Когда мы так тянем, они за это цепляются. Аккуратненько ставим. и пока открыл я здесь тоже чуть-чуть смажу его и каждый день я его открываю сейчас откроюсь нормально будет работать уже его открывать смысла не будет будет работать нормально за эти зубцы за эти зубцы цепляется вот этот ограничитель здесь имеется вот такой ограничитель на здесь должна находиться и она толкает его ту сторону сейчас посмотрим как он работает то что цепляется ограничитель я на книгах немножко сейчас уберет чтобы она сильно резко не цеплялась только когда затягивает она мучает вот это аккуратно вытащим напильником здесь берем немножко так берем я думаю чаще сильно нужно брать немножко берем и поставим обратно поставили сейчас проверим мне кажется намного лучше стало вроде все желательно вот этот пружину тоже здесь находящийся находящую смазать я сейчас попробую его тоже открыть и смазать сперва эту сторону закрою его закрывать обратный процесс идет эту крышку ставим сюда в таком виде закидываем закрепки сюда любит таким остреньким концом нужно и заталкивать вот это тоже пошло вот это все сейчас проверим давайте попробуем открыть эту сторону сейчас то же самый процесс выталкиваем вот раз вытащим дальше здесь второе второе эти еще это в этом районе то есть вот 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 здесь пружина вот такая железная пружина здесь я открывать полностью не буду если открыто она испортится немножко сейчас смажу и также закрою это же закрою это было обычно не вы и